И почему ты еще не на стримах Хелл Е Плей? Окей, дневник людоеда, русская версия Ганнибала Лектора. Погнали! Ну, отлоил, пожарил. У двоих я попробовал сердце. У шестого, седьмого. Вы когда-нибудь задумывались, что творится в голове у маньяка, который решает совершить первое убийство, а когда решает попробовать вкус человеческого сердца? Сегодня у вас есть уникальная возможность забраться в голову к маньяку и каннибалу Александру Бычкову по прозвищу Хищник. Он начал охотиться на людей, убивать их и пробовать на вкус сердца своих жертв. Все свои мысли, ощущения и переживания он записывал в дневник, так называемую книгу охотника. Сегодня вас ждет необыкновенная история о русской версии Ганнибала Лектора Александре Бычкове. Вы находитесь на канале Die5Top. Меня зовут Артем и мы начинаем. Первая жертва Бычкова стал 60-летний Евгений Сергеевич Житков. Он приехал в районный центр города Белинске по делам. Нужно было собрать документы для оформления пенсии. Евгений Житков стал жертвой номер один. В дальнейшем каждому из убитых жертв Бычков присваивал порядковый номер. Всего Бычков собирался совершить 11 убийств. Тогда же Александр заводит дневник, своеобразную книгу охотника. Он назвал ее «Багровая охота хищника». Она начинается с цитаты из фильма «Хищники». Нет лучше охоты, чем охота на человека. Кто узнал охоту на людей и полюбил ее, больше не захочет познать ничего другого. После первого убийства в дневнике появилась запись. «Я уже давно намеревался совершить нечто подобное. А тут подвернулся удобный случай. В тот день я сидел в парке один. Мимо прошел какой-то странный тип. Присел рядом и стал предлагать не выпить за компанию. Я всячески старался не подавать виду, что очень взволнован. Я чувствовал себя словно охотник, который заманивает дичь в свою ловушку». Прикиньте, вот чел так подошел, даже не понимал, к кому он сел. «Описал в дневнике Бычков. А вот как он описывает свои ощущения после первого убийства. Прилив адреналина был огромным, а сердце было готово выпрыгнуть из груди. Меня захлестнула одновременно злость и ярость». Вот каждый раз, когда я вижу вот такие совпадения, когда люди не знают друг друга, ты просто идешь, подсел, там кому-то что-то сказал, а это оказывается такой человек. Я вот говорю вот сколько раз, сколько раз об этом говорил. Вот классно было бы, может, чтобы кто-то какой-нибудь художественный видос снял на эту тему, там буквально минут, может быть, 20 и так далее. Где смысл такой, что, типа, насколько опасен мир в округе, типа, будьте осторожны. Где, например, там какой-нибудь вымышленный персонаж, обычный человек, который куда-то идет, и там, условно говоря, кому-то, блядь, дал закурить, там чел подошел, не подашь, там, не дашь закурить. Он такой, да, конечно, закурил и ушел, все. И там показывают его рабочий день, еще чего-то, где он там в течение месяца, там, пересекся еще с каким-то чуваком, а потом в конце такая, как срезка, ну, или, может быть, не в конце, а в процессе, в общем, не знаю, где показывают кадр, где он ему давал прикурить, и такая, хопа, срезка, блядь. Типа, маньяк-убийца такой-то, блядь, четыре жертвы, там, еще что-то, расстелен, там, тогда-то, тогда-то, ла-ла-ла, и, типа, блядь, ну, вы поняли, да? Хотя просто, короче, не знаю, как это художественно обернуть, но формат был бы забавный. Я много раз об этом говорил, сколько мы за жизнь встречали людей, которые совершали ужасные поступки, но мы не подозревали. Сидели рядом с ними, еще что-то. Ну, вот. Так далее. На самом деле, было бы прикольно, если бы можно было так отмотать свою жизнь, там, прям, показывалось бы срезка. Типа, этот чел, с которым ты сел, когда тебе было 17 лет, едет, там, в институт, справа от тебя, на самом деле, являлся таким-таким-таким-то. Тот чел, на которого ты посмотрел, там, в таком-то году, ты-то, блядь, это вообще пиздец. И мне это нравилось. Зарезав пенсионера, Бычков вернулся за ножом на следующий день, подобрал его и выкинул в реку. А потом снова пришел на место приспособления, только уже за головой. По некоторой информации, из черепа первой жертвы Александр хотел сделать пепельницу. Номер 2. Александру очень понравились новые ощущения, и вскоре он решает их повторить. Следующей жертвой Бычкова стал любовник собственной матери, Владимир Березовский. Ирина Бычкова, мать Александра и Владимир были в отношении, и накануне между ними произошел конфликт. Александр Бычков, не желая слушать ссору, вышел на улицу и пошел вдоль дороги. Березовский увязался за парнем, и между ними произошла стычка, которая стоила одному из мужчин жизни. Тело Бычков закопал на заднем дворике, а в дневнике появилась новая запись. Он меня очень сильно достал, и я, пораздумав, пришел к выводу, что лучше его убрать, аккуратно и быстро. Как итог, за одну осень, два трупа, неплохая работа. Это как наркотик. В моей голове постоянно возникала мысль об убийстве, и я ничего не мог с собой поделать. Каннибализм Так Бычков превратился в серийного убийцу, и как у любого серийника, у него появился свой почерк. Все убийства совершались ножом, в большинстве своем одним и тем же ударом, под нижнюю челюсть. Жертвами становились мужчины среднего возраста, в основном в сильном алкогольном опьянении. Мужчины пропадали один за одним, кто-то выходил за сигаретами и бесследно исчезал, кто-то просто оказался не в то время, не в том месте, но вычислить убийцу так и не удавалось. Но однажды один свидетель все же появился. Аркадий Аракелян каким-то образом догадался, что его собутыльник Александр Бычков и есть тот самый маньяк. Аккуратно намекнув Бычкову, что все знает, Аркадий предложил ему сделку. 15 тысяч рублей взамен на молчание. Делаю акцент. Ты делаешь предло... Ты знаешь, что твой собутыльник серийный убийца, и делаешь ему финансовое предложение о том, что ты его не сдашь за 15 тысяч рублей. Причем делаешь это не по интернету, как-то хитрожопа. Да, будучи на другом конце мира, там, ну ты как какой-то хакер, который шантажирует его, а у него просто нет возможности ничего сделать, как бы он реально здесь сосет. Но он знает, где ты живешь, кто ты, что ты. Блядь, ты там чуть ли не в соседнем доме находишься. Ха-ха-ха! Стонгс! Этот разговор происходил в людном месте, в самом центре города. В итоге, это была уже шестая жертва Бычкова, затащив кусты... Ребят, донаты про человека после видоса. Неужели вы мозгами своими не можете это понять? Убийца в привычном стиле прикончил Аркадия, но в этот раз переплюнул сам себя. Сняв пиджак, он принялся разделывать бездыханное тело. Бычков достал сердце, положил его в пакет и принес домой. Далее, кинул сердце на сковородку, пожарил и съел. То же самое произошло и седьмой жертвой. Три кочана капусты. Удивительно, но оказывается, людоеда Бычкова видела немало свидетелей. В какой-то момент он и вовсе перестал скрываться. Так, во время одного из убийств его увидели две девочки. Еще в нескольких случаях его видели всего в крови. А один раз он пришел в продуктовый магазин с пакетом, в котором в этот момент находилось три человеческих головы. Арест. Задержали Бычкова совершенно случайно. В марте 2011 года кто-то обчистил хозяйственный магазин. У Александра с детства была репутация человека, способного украсть. Поэтому его привезли в отдел в качестве подозреваемого. В карманах обнаружили восемь тысяч рублей. Только что украденный сверло по металлу из хозяйственного магазина и нож. Далее Бычков заявил, что кража статья не авторитетная и заезжать с ней на зону ему бы не хотелось. Поэтому, если к нему будут относиться по-человечески, он расскажет им кое-что поинтереснее. Оперативники запросили разрешение на обыск и тут понеслось. Сначала в квартире Александра нашли молоток со следами крови одного из убитых. А затем сотрудники обнаружили злополучный дневник Бычкова. Никакого давления для дачи показаний не потребовалось. Александр с удовольствием начал рассказывать о совершенных убийствах. Оказалось, что Александр Бычков давно уже был готов к тому, что его поймают. Мало того, он желал этого. Вот только полиция все никак не могла его поймать, поэтому ему пришлось продолжать убивать. Он планировал совершить 11 убийств, а потом собирался монетизировать свои навыки и работать киллером. Несмотря на все странности, экспертиза признала маньяка вменяемым. За 9 убитых человек суд приговорил Бычкова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Сейчас Александр отбывает наказание в исправительной колонии для осужденных номер 5 на острове Огненной Вологодской области. Но, постойте, это еще не конец. Поверьте, этот персонаж еще сумеет вас удивить. Америка. О похождениях пензенского потрошителя узнали далеко за пределами России. И однажды матери Бычкову пришло письмо с Америки. В конверте лежали доллары и любовное признание от американки Кристины Вар. Она, мол, увидела в Александре нечто искреннее и безнадежно влюбилась. После трех лет переписки американка прилетела в Россию на свидание к своему криминальному Ромео. На первом свидании они наконец-то увидели друг друга вживую. На втором решили заключить брак. А на третьем на длительном свидании сачали ребенка. Вот такая вот история. И если вы хотите отдохнуть от всего этого мрака, то советую посмотреть еще одно видео, более позитивное. Там я с другими блогерами сравнил цены на базу просто что? Мама, а как ты познакомился со своим папой? А, да, история очень простая. Дело в том, что твой папа в России был серийным убийцей-людоедом. Его абсолютно случайно поймали и посадили в тюрьму. Я чисто случайно в форсе интернета и драча на расчлененку внезапно обнаружила его. В целом я шизанутая, ты же знаешь, я в принципе драчу и люблю все, что покажется жестоким и ебанутым. Поэтому он, конечно же, сразу мне понравился и я подумала, что это моя любовь. Потом я отправила деньги в конверте какой-то бабки, которую как-то там нашла, она вроде была его мать. И это и вправду была его мать, и я потом приехала в колонию для пожизненно заключенных, поебалась с ним там и так появилась ты. Ах, бля, это просто вот это лавстори. Вот это лавстори. Слушайте, прикольный и короткий и видос. Хорошо, что чатерс увидел и сказал.